Почти месяц злились дискуссии о том, как назвать проезд в районе малоэтажной застройки в Поймире-Кисатис. Несколько раз по этому поводу собиралась комиссия по наименованию городских улиц, отправляя депутатам различные варианты. Наконец остановились на трех – Прибрежный, Новофинский или Слободской. Причем название «Новофинский» вызвало больше всего споров. Предложили его, исходя из старого названия этого района. На территории был поселок Новофинский, но в год 76-летия Великой Победы, в год 80-летия начала блокады Ленинграда, называть пусть даже и проезд именем государства, которое выступило за, точнее на стороне фашистских захватчиков, которое активно участвовало в блокаде Ленинграда, на мой взгляд, не совсем корректно. И хотя изначально это название большинству депутатов и поддержали, позицию Ильи Волкова они разделили. Депутат Петр Смирнов предложил отойти от исторических параллелей и дать нейтральное название – Прибрежный. Большинством голосов его поддержали. Месяц бурных дискуссий подошел к концу. Еще один вопрос, который стоял на повестке, касался приватизации муниципального унитарного предприятия телерадиовещания. Государственные и муниципальные предприятия, которые созданы до вступления в силу настоящего федерального закона и осуществляют свою деятельность на рынках, которые находятся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. МОП ТРВ предложили преобразовать в акционерное общество. Однако рассмотрение этого вопроса, по мнению депутата Петра Смирнова, не уделили достаточно времени. Решают его в спешном порядке. Все-таки давайте на отдельный комитет по экономике соберемся, заслушаем Магиева по результатам его деятельности, на посту директора за 2 года, как это было сделано с Баней Саровым, и проверим все-таки ли сомнение состава имущества передаваемого в акционерное общество. Тем не менее, половина депутатов приватизацию поддержала. Также на сессию утвердили корректировку бюджета на этот год. Корректировка предусматривает увеличение финансирования строительства школ на улице Зорге, и дорожные инфраструктуры на земельных участках для многодетных. Увеличение финансирования улицы Чкалово на сумму 30 миллионов рублей для обеспечения начала строительства в 2021 году и продолжения завершения в 2022 году. Также из бюджета выделят деньги на покупку дорожно-коммунальной техники и украшений к Новому году. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.